Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о великом русском поэте Александре Сергеевич Пушкине. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве в семье нетитулованного дворянского рода. В семье, кроме Александра, было еще несколько детей, сын Лев и дочь Ольга. Отец Сергей Львович принадлежал к старинному дворянскому роду. Мать Надежда Осиповна была начитана, прекрасно владела французским языком, обладала необычной красивой нежностью. С 1805 по 1810 год Пушкин проводил много времени, особенно летом у своей бабушки в подмосковном селе Захарове. Именно бабушка наняла Арину Родионовну, няню, которую так полюбил и юный Пушкин. Арина Родионовна через сказки и песни учила его говорить на русском языке. Сложила в Саше любовь к русской культуре. Летом 1811 года, когда Саша исполнилась 12 лет, его определили в Царско-сельский лицей. Это учебное заведение открылось по указу императора Александра I. Самым ярким и незабываемым и волнующим днем для Александра был день, когда он читал свое стихотворение в присутствии известного русского поэта, перед которым предклонялась вся молодежь Гаврил Романович Державин. На протяжении почти всего экзамена Державин дремал. Но когда Александр начал читать свои воспоминания в Царском селье, старый поэт проснулся и даже как-то вытянулся на стуле, привстал и слушал молодой звонкий голос с нескрываемым вниманием. После окончания лицея в 1817 году поэт остался жить в Санкт-Петербурге и поступил на государственную службу. В 1830 году Пушкин сватается к Наталье Гончаровой, а в 1831 году Пушкин и Гончаровой венчаются в Москве. Весной молодожены переезжают в Царское село, где снимают дачу. В 1836 году в семье было уже четверо детей. В начале 1834 года в Петербурге появился усыновленный голландский посланником Гиккерном и записанный в русскую гвардию француз барон Жорж Дантес. Он стал ухаживать за женой Пушкина, что отдало повод врагам поэта для оскорбительных сплетен. 8 февраля 1837 года в пятом часу вечера на Черной речке в Петербурге состоялась дуэль поэта с Дантесом. Пушкин был смертельно ранен. Прожив два дня в страшных мучениях, он скончался 10 февраля 1837 года в доме на набережной реки Мойки. Поэт похоронен у алтарной стены собора Святогорского Успенского монастыря. В разных городах России и мира установлены десятки памятников Пушкину. Сказки Александра Сергеевича Пушкина представляют собой совокупность мудрости и духовного наследия русского народа, богатства оригинальных сюжетов. Ребенку легко представить и ученого кота, и дуб зеленый, и богатырей, выходящих строем из вон моря. Пушкин написал не так много сказок, но каждая сказка словно драгоценный камень. Вот некоторые из них. У лукоморья дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый поэтическое вступление к поэме Руслана Людмила, которая полюбилась читателям как самостоятельная часть произведения. Описание чудесного места, где живут сказочные персонажи, ученого кота в золотой цепи, леши, русалка, тридцать мальских витязей, царевна и серый волк, баба яга, кощей. Другая сказка. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о рыбаке и рыбке – произведение в стихах Пушкина, любимое детьми, вот уже в течение двух веков. В ней идет речь о бедном старике, который всю жизнь ловил рыбу и жил со своей старухой в ветхой землянке. Как-то дед поймал золотую рыбку, ради свободы рыбка готова была исполнить любое желание. Пожалел дед рыбку и выпустил в море. Старуха, узнав об этом, разозлилась, велела исполнять ее прихоти. Алчность, жадность, жажда власти привела старуху опять к разбитому корыту. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Это сказка Пушкина в стихах, любимой и знакомой многим детям. В этой сказке царь не нарадуется на свою красавицу-жену, но она умирает при родах, оставляя ему дочку. Через некоторое время царь женился снова на красивой, но злой женщине, которая считала, что краше ее нет никого. Но время идет, и ее падчерица выросла и превратилась в настоящую красавицу. Мачеха решила избавиться от девушки и отправляет ее в лес на съедение волкам. Однако царевна не умирает, а попадает к семи богатырям. Там ее приняли как родную сестру. Мачеха узнает, что девушка жива, решает ее отравить. Она превратилась в старую колдунью и угостила девушку отравленным яблоком. Девушка съела это яблоко и уснула вечным сном. Но ее спас царевич Елисей, разбудив сладким поцелуем. Сказка о попе и его работнике Балде Сказка о попе и его работнике Балде в ней говорится, как обычный парень Балда нанимается к попу за символическую плату. Дать хозяину в конце несколько щелчков. Сильный Балда завоевывает расположение всей семьи священнослужителя. Трудится исправно, но срок его службы подходит к концу. Как и чем заплатит поп за труд своему работнику? Сказка учит ценить труд, призывает быть щедрым, сообразительным, целеустремленным и верным словом. Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане – стихотворное произведение Пушкина, которое сразу полюбилось читателям всех возрастов. В сказке рассказывается, как царь Салтан женился на прекрасной девушке, которая обещала родить для него богатыря. Царь ушел на войну. Царица рожает сына Гведона, но царю с сестрой-завистницей сообщают о родившейся у него неведомой зверюшке. Разгневанный царь влел жену и сына посадить в бочку и отправить в море, с глаз подальше. Но царица с сыном не сгинула. Бочку выбросила на берег. Там принц познакомился с волшебным лебедем. Гведон становится князем острова и строит сказочное королевство. Слава об чудном острове дошла до Салтана, приехав в царство Гведон. Царь Салтан, узнав всю правду о завистливых сестрах жены, семья воссоединилась и был пир на весь мир. «Сказка о золотом петушке» это стихотворное произведение, сказка, написанная Пушкиным в 1834 году, а опубликована в 1835. Сказка Пушкина о золотом петушке стала последней из этого ряда написанных поэтом. А по заключениям некоторых исследователей творчества и самые непонятные в сюжетном и смысловом отношении. Главный герой сказки о золотом петушке – звездочет, девица-царица, царь Дадон, который получил за обещание исполнить любое желание удивительный подарок от мудреца – золотого петушка, который предупреждал о приближении врагов и стоял на страже спокойствия строгого царя. На счастье этот петушок не принес, потому что, не исполнив обещанного слова, он погибает от подарка мудреца – золотого петушка. Сказка о золотом петушке очень поучительная. Она учит держать свои слова, ведь царя Дадона погубила его жадность, зависть, которые помешали ему сдержать свое слово. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. По сюжетам сказок поставлены фильмы и мультфильмы, спектакли, оперы и балеты. Спасибо за внимание.